С Днём народного единства! Ура! Хорошего вам рада! Гостей встречали студенты, создавая атмосферу праздника. Это активисты новой сочинской организации «Регион 93». Их цель – объединение молодёжи Кубани и сохранение дружбы в нашем многонациональном регионе. Этот праздник очень важен для всех россиян. Он напоминает нам, как важно по жизни идти, причём друг с другом, не оставляясь соотечественников в беде и защищать государство. Четыре столетия назад объединились все сословия, все национальности, деревни, города. И люди сами решили судьбу государства, завершив так называемое «смутное время». Отношение к единственному в истории России Дню народного единства выразили все национальные коллективы города. Много очень событий, которые прославляют Россию, происходит в Сочи. И наши народы, а наших народах более 120, они активно участвуют во всём. И, конечно, наши сочинцы очень патриотичные. Они помнят свою историю, чтят её и всячески приумножают. Поэтому День Единства – это праздник каждого сочинца. Мэр Сочи отметил, важно воспитывать чувство единения всех народов со школьной скамьи. Ведь всё начинается с детства и всё начинается с добра. Я принесла с собой пешено, чтобы накормить голубей. Ну, просто мне их жалко. Ну, я хочу, чтобы они были не голодные. На площадь приходили целыми семьями. По традиции отдыхающие фотографировали с персонажами любимых кинофильмов. Делились впечатлениями об отдыхе на курорте. Красота. Просто красота. По сравнению с Тунгрой. Зелень просто, да. У нас природы нет там. А здесь природа очень красивая. Многие после концерта шли к морю. В этот день оно действительно было необычайно красивым. Здесь и влюблённые пары, и пары, прожившие не один десяток лет. А самых активных сочинцев, членов Совета ТОС, ветеранов войны, глава города пригласил в кафе на набережной, где они все вместе вспоминали историю страны и поговорили о дне сегодняшнем. Сегодня так называемые чувства локтя народам нужно не меньше. Елена Авсецна, Борис Осин, телекомпания ФКТ.